Друзья, чатик. Все, кто подключается, отпишитесь, что находитесь на трансляции. Так, вот, всем привет. Возможно ли будет оплатить курс криптой? Ой, блин, еще не настолько развиты мы в московской индустрии, чтобы оплачивать это криптой, поэтому, к сожалению, только визы и мастер-карт, но при этом из других стран можно также оплатить визы и мастер-карты. Ну, давайте немножко дождемся сейчас, ребят, и будем постепенно отвечать на вопросы, которые вы задали в телеге. Три вопроса. Просто для меня будет большой переплатой. К сожалению, я думаю, никак нельзя решить вопрос именно личным переводом. Вот, вся система оплаты настроена, и только то, что может предложить ГИТ-курс. К сожалению. Так, еще подождем немножечко, ребят. У нас уже стадия подготовки на финале. То есть уже абсолютно все готово. Остается дождаться только провести продажи, и мы с вами будем уже скоро запускаться. Так. Чего-то маловато вопросов. Наверное, не все еще подключились. Или в телегу надо дать ссылку. Так, чатик. Давайте активизируемся. Напишите, кто зашел в трансляцию, чтобы я видел, сколько людей, когда нам начинать уже отвечать на вопросы и рассказывать все. Так, 17 людей. 17 людей. Ребят, отпишитесь в чат. Я хочу знать, что вы активно и слушаете меня в данный момент. Надо пульнуть. Ребята, я уже на стриме. Уже вопросики задаем. Давайте залетать скорее. Йоу-йоу. Всем салют. Так, уже 21 человек. Еще немножечко подождем. Ну, давайте я в инсту еще залью, что я на твиче. Друзья, уже вышел на стрим. Подключайся и задавай свои вопросы. Если ты уже приобрел курс или собираешься его приобрести. Так. Выставляем ссылочку. Напишите пока свои вопросы в телеграм. Ребят, кого что интересует, я сначала отвечу на них, а потом пройдемся еще раз по программе. Итак, твич ссылочка. Выкладываем. Что делать, если письмо не пришло на почту? Напиши сейчас в чат основной моей группы, оса-чат, и я перенаправлю твое сообщение на модераторов, которые помогут тебе разобраться с этой проблемой. Эй, йоу, роднис. Перешли сообщения сейчас в оса-чат. Я прямо сейчас перешлю это модераторам. А почему забайтил наоборот? Сегодня мы разбираем все вопросы по курсу. Так, я уже это сделал. Так. Ну что, напишите, кому нужно с почты помочь? Подври подписку Буроски. Ждем фид с Централ-Си. Да, это обязательно, кстати, в планах с ним поработать, между прочим. Так. Значит, тебе нужно написать в оса-чат. И там тебе помогут с почтой. То есть все вышлет тебе в ЛС, и ты сможешь со всем разобраться. Все, это тоже, это тоже. Привет, ты Ableton Enjoyer. Я скорее Logic Enjoyer. Так. Да, вот тебе сейчас ссылочку прислали, куда тебе нужно закинуть по поводу почты сообщения. В общем, погнали. У меня в Телеграме есть немного вопросов, и сейчас в первую очередь я на них отвечу. Первый вопрос. Из каких блоков состоит Light и Pro версия? Значит, смотрите. У меня курс делится на два пакета. Это Light и Pro. В Light пакете мы изучаем ключевые базовые техники, поэтому там весь пакет состоит из одного блока. То есть будет 14 уроков, и среди этих уроков мы изучаем абсолютно все ключевые моменты создания музыки. И поэтому у них будут свои домашние задания, но экзамен будет в конце один для всего пакета. Это пакет Light, то есть там один блок, 14 уроков. В пакете Pro будет 4 блока. И 4 блока состоит из 22 уроков. Получается, мы проходим основа. Это знакомство с гармонией, с ритмикой, различные плагины. Дальше мы переходим к созданию. Это второй блок. Мы будем делать драмки, аранжировку, мелодию. Третий блок — сведение, мастеринг. Ну, естественно, разберем проекты известных артистов, даже хиты 2023 и 2024 годов. По-моему, четвертый. Или он в 2023 вышел. Не суть. Скоро узнаете, что за хиты там такие. И четвертый блок — это подкасты, собственно, личный опыт артистов, коммуникация с артистами. Это все именно о том, как продвигать свое творчество, как его монетизировать и как работать с артистами. Четыре блока получается на пакете Pro. И вроде я ответил на этот вопрос. Дальше. Ребята, если что, я вижу ваши вопросы в чате, но я сказал, что в первую очередь отвечаю на вопросы из Телеграма. Уже купил курс. Чего ждать далее? Имею в виду до начала курса, соответственно. Значит, смотрите. В июне у нас проходят продажи. То есть завтра мы открываем официальные продажи, делаем рилсы, раскидываем. И получается, все это будет до конца июня. В начале июля у нас открывается пакет Lite. У нас будет поток. Я буду коммуницировать со всеми учениками по пакету Lite. И в августе начинается пакет Pro. Таким образом, в июне мы ждем и продаем курс, а в июле уже выходим на обучение. Так. На это ответил. Какой курс больше подойдет, если покупал первый поток? Все прошел. Смотрите. Первый поток был обобщенным. То есть я там изучал почти все техники, которые нужны для создания музыки. Но они были достаточно поверхностными. Поэтому в целом Lite пакет похож на первый поток, но он более заточен на продюсеров, которые начинают с нуля. То есть если ты вот прям только-только заходишь в музыкальную индустрию, хочешь начать писать свои первые биты, это точно Lite пакет. Если ты прошел мой первый поток, то это Pro пакет. Уверяю, что там уже будет новая информация для тебя. То, чего я не раскрывал в первом потоке 100%. Повторяющихся никаких тем проектов, соответственно, нет. И думаю, что Pro пакет тебе подойдет после прохождения моего первого потока. Так. Когда будет дан доступ в закрытый канал? Когда начинается, собственно, пакет Lite, когда начинается курс, 1 июля, мы стартуем, раскидываем уроки. А, точнее, вы заходите на GitKurs, начинаете смотреть уроки. То есть мы их открываем на GitKurs. И с этого момента вы попадаете в закрытый чат. Там же сможете вести коммуникацию. И я вот увидел по поводу чата отдельного для людей с курса. Конечно же, это будет закрытая группа для людей, которые находятся на курсе. Так, получается, я аж на два вопроса сразу ответил. Вот тут последний. Будет какой-нибудь чат людей с курса? Еще раз повторюсь, да, будет закрытый Telegram канал, в котором мы будем поддерживать связь, общаться. То есть, конечно же, связь будет. Какой будет основной секвенсор? Я как пользователь Винды не смогу использовать Logic. Смотри, я уже отвечал в Stories на этот вопрос. Я считаю, что курс предназначен вообще для любого секвенсора, потому что мы используем плагины, которые устанавливаются и скачиваются напрямую на Windows. Но если ты хочешь получить ответ в процентном соотношении, сколько примерно Logic, FL и Ableton, то Logic, скорее всего, будет 50%, так как я работаю на Logic, и все мои уроки вы будете наблюдать на Logic. Аблтон присутствует примерно на 30%, то есть гости, которые приходят показывать свои фишки на Аблтоне, это примерно 30% и 20% FL. Но на пакете Lite я сделал урок, посвященный обучению секвенсора. То есть я разберу Logic, а после этого все то же самое разберется на Ableton и FL. Получается, что на первом уроке в пакете Lite вы сможете обучиться одному из трех главных секвенсоров. Будут ли сливы курса? Этого не избежать, наверное. Вокруг моего курса по-любому хайп есть в мире инфосливеров. Вот, но мы поменяли аферту, по которой, сами увидите, что может происходить со сливерами. Вот, давайте дальше. Еще один вопрос. Музыку пишу уже около 4-5 лет, исключительно самоучка. Хоть уже и купил полный курс, но интересно, насколько полезен будет пакет Lite в моем случае. Именно об этом я и позаботился, что те, кто будет покупать два пакета сразу, чтобы информация была также интересна и для уже опытных участников музыки, создателей музыки, участников. Собственно, я могу сейчас открыть в презентации план урока Lite. И вот здесь у меня есть уроки, такие как изучение интернета как ресурс, веб и АИ как рабочие инструменты. И я могу сказать, что когда я снимал этот материал, я же сам его немножко собирал из интернета, то есть смотрел, как что работает, какие программы лучше. И на самом деле, когда я посмотрел целиком этот урок, я понял, что с помощью АИшек и вебок можно уже писать нереальные штуки, находить сэмплы, которые нужны именно тебе в данный момент для проекта. Поэтому я думаю, что такие темы, как коммуникация с АИ, будут очень полезны даже опытному продюсеру. Вот, что еще тут есть? Ну, создание мелодий, драм-партий, аранжировки — это вот ключевые штуки, которые могут быть полезны продюсерам, которые застоялись на одном стиле, допустим. И ты, допустим, пишешь все время «Мемфис биты» или только «Реггетон», а я разберу мелодии, там, «Drum and Bass», «Pop House», тоже трэповые мелодии с вами сделаем, трэповые драмки, хайпер-драмки. Ну, короче, я затронул самые ключевые жанры, в которых сейчас делают треки, и если ты зацикливался на каком-то одном жанре, то ты сможешь изучить для себя новые, и это, опять же, полезно для опытного продюсера. Вот пакет «Лайт». Что еще? Разбор трека... Трека! Разбор трека! Разбор трека! Разбор трека Маркула. Собственно, «Стрелы», который был спродюсирован шумно, я считаю, это вообще феноменальная информация. Но этого разбора нигде нет, и как будто... Ой, ребят, 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 а я понял, что я все это сейчас рассказывал вам без сцены. Вот я сейчас переключу на сцену. Смотрите, как теперь все красиво оформлено. Ах, не увидел, не переключил. Еще раз давайте я отвечу на вопрос по поводу того, что опытный продюсер, который 4 или 5 лет занимался музыкой, поможет ли ему пакет «Лайт»? И я вот сейчас переключил на учебный план «Лайта». И, как и сказал, третий-четвертый урок — это изучение интернета как ресурс, веб и АИ как рабочие инструменты. Собственно, то, что нам поможет в нахождении сэмплов и создании музыки. И рассказал про создание мелодий, драм-партии и аранжировки, где вы сможете обучиться различным стилям, как писать мелодии и драмки в различных стилях, чтобы не застаиваться на одном жанре каком-то. И вот, как и сказал, разбор трека Маркула, стрелы, спродюсированный шумно. То есть это тоже очень полезная информация, которая, думаю, вам будет очень интересна. Давайте следующий вопрос. Так, я видел в инете, что каждому участнику присваивается свой водяной знак на видос, и когда он сливает курс, то типа пишется его имя, и так будет проще вычислить. Отличная информация, я думаю, что мы тоже уже об этом знаем. Я даже вот так перешлю. Но это прекрасная информация. Так, в Телеграме у нас, по-моему, закончились вопросы. Их совсем мало. Поэтому давайте я зайду теперь в чатик. Так, 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 так. Какие гости будут на Light пакете? Значит, вот как раз-таки я открыл учебный план Light. И я сюда пригласил Идана, это руководитель Forward Music и мой менеджер. Вот, мы с ним поговорим о профессии продюсера и ее разновидности. И в эту тему входят ключевые задачи продюсера, какие бывают вообще виды продюсеров. И обязательно поговорим про документацию, как защитить себя от различных обманов, как настраивать royalty и как вообще вести все юридические свои дела. А также я позвал шумно для того, чтобы он разобрал Маркула трек «Стрелы». Вот, получается… А, стоп, стоп, стоп! И еще, конечно же, Настра. Конечно же, Настра, который написал трек «Керосин», который вы могли уже слышать на площадках. Прямо вот на этой студии он записал вокал. Мы с ним подсобрали аранжировочку. И Настра вообще выступил как продюсер. Вот, поэтому очень интересный урок. Я думаю, что артисты, которые будут смотреть этот урок, очень вдохновятся и захотят тоже, может быть, пройти про-пакет и также создавать музыку. Ну, короче, очень крутой урок. А по итогу у нас три гостя на пакете Lite. Так. Хайоли. Так, понятно. Мне будет сложно это прочитать. А когда будет чат для участников курса? Как и сказал, 1 июля, когда у нас запускается чат, ой, когда у нас запускается курс, вместе с ним запускается чат, вместе с этим вы попадаете в закрытый телеграм-канал, и все начинает происходить с 1 июля. Зафиксировали эту дату. 1 июля, ребята. Так. Следующий вопрос. Можно ли будет купить курс после того, как большинство людей его уже пройдут, как было с первым потоком? Так, еще раз. Можно ли будет купить курс? А, вопросы начались. Можно ли будет купить курс после того, как большинство людей его уже пройдут, как было с первым потоком? Продажи закрываются 1 июля, когда начинается пакет Lite. Но пакет Pro можно будет приобрести до конца июля. То есть на покупку Pro у вас будет 2 месяца. На покупку Lite у вас будет 1 месяц. Ну, даже меньше. До конца июня. А для Pro с 1 августа. Проведение Pro пакета — это 1 августа. Все правильно. А доступ к Pro появится только с августа или можно заранее будет глянуть? Так как я веду всю коммуникацию с учениками напрямую и буду проверять их домашние задания и экзамены, то, скорее всего, мы открываем пакет Pro в августе, чтобы у всех была планомерная дата и все могли спокойно проходить курс. Секундочку. Да, поэтому в июне мы открываем Lite пакет, в августе мы открываем Pro пакет. Так, еще вопросики. Ребята, ребята, мне нужно... Кто-нибудь не хочет спросить про программу там Pro пакета или... Какие гости, например, будут вообще на курсе? Или какие гости будут на Pro пакете? Спасибо, бро. Конечно же, я расскажу, какая программа на Pro пакете. Так. Сейчас. Секундочку. Вот так вот я переключаю. Как и говорил, у нас Pro пакет состоит из четырех блоков. Сейчас на экране вы можете наблюдать два блока. И в первом блоке это основы. То есть мы изучаем гармонию, ритмические рисунки, новые плагины, как продавать свою музыку на Запад. Это все очень важные моменты, которые нужно знать продюсеру. Дальше. Второй блок у нас создание. Мы будем с вами разбирать проекты Diversta. Дальше поговорим о его карьерной лестнице. Думаю, что для многих это будет интересно, как для соло-продюсеров, артистов. Напишем с вами мелодии, драмочки, аранжировку сделаем. Также у нас будет тема сэмплинга. И на самом деле туда я вложил кучу души. Что-то два часа, по-моему, будет ролик на тему сэмплинга. То есть там очень много тем, очень много методик. И интересно вышло. Аранжировку сказал, это сказал. Ресэмплинг в Ableton с Quok и Up4B. В Ableton, заметьте. А следующий урок создание электронной музыки с Quok. То есть мы с вами еще затронем различные жанры. И весь второй блок у нас посвящен созданию музыки. Собственно, третий и четвертый блок у нас. Это сведение и мастеринг. Это третий блок, где мы с вами разберем треки Токсиса, Будды, Сестер, 104-го, Салуки, Аники. И также я пригласил Симе, чтобы мы записали онлайн его вокалы, обработали. Получается, вы посмотрите на процесс и поймете, как это вообще происходит. Блок 4. Подкасты, в котором, где уже собраны все наши дорогие артисты. Большинство из них — это Love66, это Идан в уроке 19, как раз-таки руководитель форварда и мой менеджер. 104-й и Аника. Собственно, мы с ними поговорили о коммуникациях с продюсером, о их привычках, о различных способах, как вести рабочую коммуникацию. В общем, очень интересно. Так, вроде вы накидали тут еще вопросики. Так, получается, в будущем этот курс нельзя будет купить и пройти в будущем. Есть возможность купить только до июля-августа. Совершенно верно. Мы посмотрим, как вообще будет происходить программа курса. И если всем будет очень нравится, всем будет заходить, то, скорее всего, мы продлим продажи или выйдем на третий поток. Может быть, когда-нибудь его можно будет купить. Но я, кстати, нигде об этом не говорил и пока что не выставлял в сториз, но это мой последний курс. То есть я хочу оставить этот поток как основной вход в музыкальный продакшн. И дальше уже все можно, по сути, самим наверстывать и впитывать все знания. Но этот курс будет последним. А если я не умею играть ни на одном музыкальном инструменте, что мне может дать этот курс? Отличный вопрос. Потому что если ты возьмешь MIDI-клавиатуру, поставишь ее перед собой, откроешь урок, например, номер 5, это в лайте, сейчас я открою, да, лайт-пакет, урок номер 5, это понятие гармония. И вместе со мной ты начнешь строить свои первые интервалы, свои первые аккорды, примерно будешь понимать, какие клавиши за что отвечают. И в дальнейшем, если тебе это понравится, у тебя проснется любовь к инструменту, то ты начнешь играть на пианино. Но урок номер 5 как раз для тех, кто никогда не брал в руки инструмент и хочет разобраться, что такое интервалы, аккорды и как их играть на инструменте. Ну, а если говорить про проб-пакет, первый урок это гармония. И там я уже чуть-чуть прохожусь по информации, которую дал в лайт-пакете, и дальше рассказываю про такие штуки, как альтерация, отклонение и различные обороты больших и сложных аккордов. Поэтому, собственно, думаю, у тебя проснется любовь к инструменту, и ты заиграешь на пианино. Сколько будет стоить? Ребята, важный вопрос. Давайте я переключаю. Это ценники лайт-пакета. 25 тысяч за лицензию. То есть 4 месяца ты приобретаешь себе возможность смотреть курс, а также 4 месяца в секрет-споте. Это в моем закрытом телеграм-канале. И неограниченный доступ к курсу – это 50 тысяч. У тебя он остается навсегда, и получаешь доступ в мой закрытый канал на 12 месяцев. Также учебный план про, про-пакет. Это 50 тысяч за 4 месяца лицензии и 4 месяца секрет-спота, и 100 тысяч за фулл доступ к курсу. Также 12 месяцев в закрытый телеграм-канал. Оставлю здесь ценники. Также хочу отметить, что на все будет рассрочка, и вы сможете приобрести в удобной вам форме. А чем гармония в про-пакете будет отличаться от гармонии в лайт-пакете? Ну вот, я немножечко затронул, что в лайт-пакете я объясняю основы. То есть это прям по сути то же самое, что я и рассказывал на первом потоке своем. То есть там информация похожа. Но в про-пакете я добавил отклонения, модуляции, различные обороты сложных аккордов и уже расширенные темы гармонии, которые вам помогут составлять более сложные и красивые аккордовые цепочки. Сколько приблизительно времени понадобится в день, чтобы успеть пройти курс за месяц? Ну, смотри, получается, на июнь тебе дается 14 уроков. Мы с вами будем проходить от 1 до 14. И за неделю до конца июня мы с вами проведем экзамен. Получается, около трех недель тебе понадобится, чтобы пройти пакет лайт. И около трех недель, чтобы пройти пакет про. А, понадобится в день? Ну, блин, не знаю, сколько в день. У кого-то информация будет усваиваться за пару часов. Может быть, у кого-то с гармонией понадобится там пару дней. Но в основном это уроков два дня. То есть самое нормальное, как бы нормальный темп, самый нормальный. Так, я брал, но играть не умею. У меня друг учится в музыкалке, шестой год на пианино, так что думаю, за один урок я ничему не научусь. И на самом деле это опрометчивая информация, так как я постарался объяснить все максимально простыми словами. И самое важное, что тебе поможет именно понять строение гармонии. А дальше, ну, естественно, нужно открывать YouTube уроки какие-нибудь по фортепиано, конкретно нацеленные на развитие игры. Там, как ты ставишь свою кисть, различные упражнения. Допустим, если ты возьмешь яблочко в руку и поставишь кисть на инструмент, то таким образом у тебя правильная форма руки будет выстраиваться. Или также, если ты вот так возьмешь сюда монетку, ну, знаешь, зажмешь ее и поставишь руку, то у тебя опять же правильная форма руки на пианино будет выстраиваться. И такое уже есть на просторах YouTube. Я не хочу делать курс по клавишам, вот, поэтому думаю, что тебе поможет информация, чтобы начать играть на инструменте. Минус 20% уже включены в цену или потом вычитаются. Смотрите, вы сейчас можете увидеть. Купить курс со скидкой 20% и ссылка на осознание бот. То есть все, кто отправили на осознание бот свою почту, получили ссылку на покупку уже с 20% скидкой. То есть вот эта вот лицензия и неограниченный доступ, то, что вы сейчас видите на экране, это full ценник. А то, что вы получаете на почту с ссылками на покупку, это уже с 20% скидкой. И, ребята, последний день, все, 9 июня, завтра официальные продажи. Все, кто хотят скидку, переходите на бота, оставляйте свою почту, и мы на нее вышлем ссылку на покупку. Вот, дублируем сейчас бота. Это очень важно. Сегодня последний день возможности использовать скидку. Так, 4 месяца начинается доступа, а, начинается с 1 июля. Абсолютно верно. Как только ты приобретаешь курс, то еще ничего не начинается. И с 1 июля открывается доступ, начинаются твои 4 месяца, и мы спокойненько проходим курс. За 50 взял, ни капли не жалею после первого курса. Спасибо большое. Очень люблю такие отзывы. В курсе будут уроки по Ableton или только Logic? На пакете Lite, давайте я вот сейчас промотаю. Первый урок у нас знакомство с до, то есть знакомство с секвенсором. И на этом уроке будет гайд по Logic, Ableton и FL Studio. Получается, мы разберем с вами 3 основных секвенсора, но так как я работаю на Logic, около 50% информации будет на Logic. Будут гости, которые показывают на Ableton и FL, но обязательно нужно учесть, что все плагины, которые мы используем, они подходят для абсолютно любого секвенсора, то есть их можно спокойно скачать для Windows и можно использовать на различных секвенсорах. Я минимально буду использовать плагины от Logic, но если в каком-то уроке написано, что сейчас мы изучаем Logic, то, простите, ребят, это конкретно урок на Logic. Но, по-моему, да, это в Pro-пакете я посвятил целый урок горячим клавишам и скрытым возможностям Logic Pro X. И на самом деле, я думаю, те, кто работает на Ableton и на FL, посмотрят и захотят попробовать эти штуки. То бишь, после окончания всего курса у меня будет еще два месяца, чтобы повторно изучить информацию. Абсолютно верно. Ты проходишь за два месяца Lite и Pro, или там, если только Lite, и дальше у тебя еще остается два месяца, чтобы повторить и закрепить информацию. Задал в УЗИ фортепиано на 4, но так и не научился играть. А, сдал в УЗИ фортепиано на 4. Фух, ну, это такой инструмент. Считается, что фортепиано — это король всех инструментов, как лев, король всех зверей. И это объясняется тем, что у фортепиано огромный диапазон частот, то есть есть низкие частоты, средние частоты, высокие частоты. У меня уже профдеформация с продюсингом. Но, короче, можно на фортепиано отвечать за целый оркестр. То есть если в басу мы играем какие-то низкие виолончели, наверху там пиццикаты, скрипки, и считается, что фортепиано — очень тяжелый инструмент на освоение, то есть его не каждый может прочувствовать. Но четверочку — это хорошо и крепко. А до скольки времени скидка? 10 числа с 0.00 пропадут. Смотрите, мы завтра открываем официальные продажи в 6, поэтому те, кто не успеет, у вас еще будет ночью и утром время оставить свою почту в боте и купить по скидке. Еще будет время, но лучше это сделать сегодня. Поверь. Перейди по ссылочке, закинь свой e-mail, а мы отправим тебе ссылку на покупку. А если я оставил свою почту в боте, на нее пришла ссылка, и мне теперь доступна скидка, я могу использовать ее только сегодня, завтра, то есть я уже буду покупать без скидки, даже с учетом моей почты в боте оставленной. Абсолютно верно. Все, кто получили сообщение на почту, у вас есть возможность использовать скидку до конца сегодняшнего дня, но, как я и сказал, завтра до 6 вечера. Но все равно время максимально ограничено. А как монетизировать свои знания после курса? Кому продавать свой продакшен? Ведь вокруг полно именитых битмейкеров, у которых продажи на очень низком уровне, спрашивал у нескольких ребят. Смотрите, после проведения курса мы будем делать мит-энгриды, митапы, на которых будем обмениваться опытом и возможностями, и, поверьте, вот по опыту с первого потока ребята общаются, закидывают друг к другу различные свои контакты, делают коллаборации на артистов, некоторые даже уже на западных артистов делают, и, уверяю, это будет максимально полезно. Но если мит-энгриды, митапы тебя не мотивируют и не вдохновляют, то давай я тебе покажу, что на учебном плане про на пакете про, есть пятый урок, это покорение мирового рынка с Кришталом. Криштал — это белорусский продюсер, который написал весь альбом All Black, поучаствовал на новом альбоме All Black, и, собственно, он продюсер главного хита All Black, 812, плюс 812. И он рассказал, как он работает с Кей Глоком, с Янг Долфом работал, вот, как он засылает сэмплы на американские лейблы, как прогревать почты, как прогревать свои аккаунты, как работать на Ютубе, как работать с хэштегами, и это все информация, которая очень важна для продаж, то есть если ты ее будешь применять на опыте, то, уверяю, все это польется рекой. Так что думаю, что урок номер пять поможет тебе монетизировать свое творчество. Так, в течение какого времени приходят сообщения на почту? Вообще у нас была рассылка с Google, и если вы оставляли почту еще в самом начале, то сообщение должно уже было дойти. Но если вы оставляете его сейчас, то в данный момент происходит активный чек почты, и вам по возможности будут отвечать. То есть в течение, там, часу-двух, скорее всего, вы получите уже свое сообщение. А как ты сам учился продакшену? Проходил какие-то курсы или все методом проб и ошибок? Моя жизнь — это моя учеба, реально. Я поработал в различных кавер-бендах, где были звукорежиссеры, которые объясняли, как работают некоторые давки, как работают некоторые синты, как работают некоторые плагины. Я работал с артистами, которые работают в секвенсорах, и также показывали, как работает с голосом или с инструментами различные штуки. Конечно же, это просторы интернета, где я тоннами качал информацию на старте, и до сих пор у меня есть плейлист в Ютубе, где я из рекомендаций закидываю то, что мне подбирает сам Ютуб. И я каждый день обучаюсь так же, как и все, но просто есть возможность выдать уже базу знаний, которая собралась, по сути, здесь. И не только моя. Вы поймите, что я приглашаю еще гостей. Давайте сейчас я прокручу вот до наших дорогих гостей. И вы просто посмотрите количество звезд, количество экспертов, и каждый из них для себя что-то открывал в интернете, что-то изучал новое, с кем-то знакомился, с кем-то проводил сессию. И это все опыт, который собирается почти у 20 людей. Поэтому я считаю, что как будто это база знаний. Давайте я оставлю. Красиво выглядит, по-моему. 9 звезд, 9 экспертов. Так. Да, Кристалл это вообще не показатель. Я видел его проект и пишет на лупе чистую драму, которая жесткая, клипует. Да и вообще нет пруф, что он работал с Янгдольфом. Есть ощущение, что это просто брос для хайпа. Бро, по поводу Мемфиса и вот таких битов, да, может быть, в них нет ничего замысловатого, но, поверь, делать просто и со вкусом это тоже надо уметь, во-первых. А во-вторых, я отмечаю его урок, где он делится своими знаниями по продажам. То есть по продажам на мировой рынок. И он мне на телефоне открывает посты, открывает свои все эти лендинги, переписки, на ютубе канал, как ставить хештеги. Я вижу информацию, которая работает, которая набирает просмотры. Поэтому, если ты не нашел что-то в его продакшене, то, уверяю, в разговоре о продажах на Запад ты точно что-то для себя откроешь. Бро, у тебя курс исключительно по лоджику. Думаю, что это самый задаваемый вопрос, и я каждый раз на него буду отвечать, что нет, он предназначен для любого секвенсора, но я буду использовать лоджик, и так как это мой курс, я в основном веду его, будет 50% информации на лоджике, 30% на Ableton и около 20% на FL. А также на первом уроке в пакете Lite мы с вами разберем все давки, а то есть три основных это лоджик, FL и Ableton. Еще вопрос про пакет. Начинается с августа. Можно ли будет его посмотреть до начала августа? Нет, по-моему, его нельзя посмотреть. Я, конечно, уточню это с командой, но мы запланировали, что начало Lite, и мы проводим только Lite, начало Pro, и мы проводим только Pro. Невероятно жду начала. Я тоже очень жду, и хочу поскорее, чтобы у вас уже были в руках и методички, и курсы, чтобы вы спокойно могли изучать эту информацию, потому что мне интересно, что по итогу получится у вас. Так как с прошлого потока, я могу даже показать сейчас. С прошлого потока, смотрите, у меня есть чат, loops, и я добавляю сюда ребят, которые мне уже закидывают лупы, и мы с ними делаем различные биты, треки. Это очень удобно, кстати, как будто даже собирается целая комьюнити. Такс, ну что, есть еще вопросы? То есть, если я покупаю сейчас пакет Pro, он будет доступен только с августа. Да, получается так. Получается так. Но, если честно, даже проговаривая это, звучит, звучит, конечно, может быть, не супер привлекательно, поэтому давайте я запишу этот момент, и, может быть, мы что-то исправим. Но на данный момент пакет Pro открывается в августе. Че скрипа не позвал? Слушай, да как-то даже не было что-ли мотивации предложить ему, ну, как будто это невозможно. Типа, че он будет рассказывать свои секреты? Вряд ли. Вряд ли хочет поделиться. А у тебя бывают стримы без анонсов курса? По-моему, парочку раз я стримил, пока делал бит, и на самом деле я уже поскорее хочу отвязаться от этой рутины, чтобы жить жизнью битмейкера, делать музон, делать видосы, делать разборы, но каждый раз, когда у меня заканчивается какой-то проект, мне добавляют либо альбом, либо какие-то правки, либо еще что-то. Я такой, да-да-да, сейчас буду делать. И от проекта к проекту, короче, пока не удавалось именно постримить, но я правда очень хочу провести месяц стриминга, дальше месяц какого-нибудь коллабораций. Нужно побольше свободного времени. А давайте зайдем еще в Телеграм, может быть, там накидали вопросики. будет ли кто-то из артистов рассказывать о написании текста? Я периодически задаю этот вопрос на подкасте, но ребята всегда очень сухо отвечали. Думаю, что вы найдете для себя ответы, но полного какого-то рассказа или урока о том, как писать текста, нет. То есть, это курс, именно путь музыкального продюсера, и он заточен на создании музыки. Помню, стрим Саника интересно было. Вот абсолютно такой же стрим теперь будет с Настрой и Симе. И, уверяю, он даже интереснее вышел. Последний вопрос от меня. При покупке про курса 4 месяца будут стартовать с августа, правильно? Абсолютно правильно. С момента начала курса стартуют твои месяцы. И, ребят, у меня есть поправка, у меня есть поправка. Скидки, которые вы получаете на почту, оставив свою почту в осознании бот, работают до 12.00, до завтрашнего дня 12.00. Но ночью вряд ли вам кто-то будет отвечать. поэтому лучше всего оставить почту сейчас в боте. И сегодня вы получите все свои сообщения со скидками. Еще раз повторяю, до 12.00 работает 20% скидка. Итак, друзья, может быть какие-то вопросики еще. Давайте может быть пройдемся по презе еще. Гостей мы с вами посмотрели. А можно где-то фулл презентацию посмотреть? Фулл презентацию это что? Это типа с прошлого разбора, когда я рассказывал про звезд экспертов? послушаю я я продаю свои работы намного дороже, но для стартового как будто 15-20 супер. как проходит коммуникация на курсе. У нас будет с вами закрытый телеграм-канал, в котором будут все ученики, я буду вести там с вами общение, также будет техподдержка, чтобы решить все ваши технические проблемы и будем с вами выходить на метапы нитенгриты после завершения курса. А и еще у вас будет чат в нагет-курсе, куда вы будете отправлять свои домашние задания и получать свои оценки. Получается коммуникация нагет-курсе, основная коммуникация в закрытом телеграм-канале, и техподдержка. Салют, Степ. Всем салют. Можно еще раз узнать про домашки и экзамен? Если у меня пакет про ванов, то курс длится три недели и потом одна неделя на экзамен. Я условно сказал, то есть по сути да, три недели мы будем с вами выполнять домашки и проходить курс, то есть вы будете смотреть этот курс. Вообще, надеюсь, вы понимаете, как будет проходить курс. У вас будут видеоуроки, на которых я объясняю тему, вы ее изучаете, в конце каждого урока будет домашнее задание, и дальше выполняя это домашнее задание вы его закидываете на get курс, там получаете оценку в конце и в конце до курса мы уже проводим экзамен, выбираем топ 10 лучших работ, выходим на стрим, разбираем их, оцениваем и получается на экзамен будет ну, да, где-то около недели плюс-минус. Добрак, ты, Степа. Еще раз, всем, всем большая любовь, кто сейчас находится со мной на этом стримчике, очень, очень нравится общаться. Так, еще вопросики, ребята. Feels ok, man. только я причесочку хочу поправить, не против? Вот так, Ать, ну, вы посмотрите. Так, ну, раз вопросов нет, можно пройтись по презентации, я думаю, уже все посмотрели гостей, сколько раз отжимаешься? Ладно, давай сначала про курс, ну, раз 40 отожмусь, 50 язычный. Так, да, собственно, тут вы можете посмотреть, с кем я работал, очень лестное сообщение, но на самом деле периодически, когда я открываю свой джиниус, я такой, ух, ух, нифига, ничего себе, не понимаю, когда я успел сделать столько работ. там был вопрос какой-то про Маркула и мелодия. Ну, да, Марк у меня участвует на пакете про, давайте, я перейду вот сюда, вот, и урок номер 8, это написание мелодии и их обработка, то есть, я сначала покажу, как я делаю мелодию сам, а потом я позвал Марка, чтобы мы с ним сделали биточек такой быстренький в его стиле и примерно как мы коммуницируем на студии. Насколько опасно юзать лупы, звуки и пресеты, которые скачал сенета? Ну, если ты их флипаешь до неузнаваемости, то вообще не страшно, если непонятно, что это за трек, откуда ты его взял, пересэмплил, пересоздал мелодию, реверснул, обработал это на портале, то, конечно, это не опасно. Когда будет под 0.5? Я вот думаю, что к началу курса я все это срежу и у вас будет обновленный молодой оса. Как вам? Вот так вот будет. Нормально же, да? помнишь степ сэмпл, как у Марка нашел? Нет, не помню, если честно. Так, что я еще хотел вам показать? Ну да, вот здесь вы можете ознакомиться с артистами, с которыми я работал. дальше. Для кого вообще подходят Light и Pro? давайте я вот, кстати, расскажу, что Light подойдет для людей, которые хотят изучить ключевые свои базовые навыки, но также он отлично подойдет для артиста, который хочет лучше изучить, как работает вообще продюсерская деятельность. И вот на прошлом стриме Вова рассказывал, что намного интереснее сотрудничать с артистами, которые понимают, как работает секвенсер, как работают некоторые понятия в музыкальном продакшене. И даже вот на примере Марка, когда мы с ним постоянно задрачиваемся по каждой мелочи, то мне прям душе приятно, что артист столько внимания уделяет музыке, и как раз пакет Light подойдет для артистов, которые хотят изучить базовые навыки. Ну и осознание Pro это для тех, кто уже достаточно долгое, продолжительное время в продакшене, хочет изучить для себя новые фишки. Может быть, что-то для кого-то будет абсолютно не новым, но я заложил туда все, чем пользуюсь при создании треков. Как вы могли заметить, создавал я много для кого треков. Так что также вот увидел учеников, прошедших осознание Light. Я, по-моему, отвечал на этот вопрос в комментариях. И да, ProPacket отлично подойдет для тех, кто проходил мой первый поток. Так, сейчас чатик. А сначала курсы доступны все уроки или они открываются постепенно? С начала курса доступны абсолютно все уроки, то есть когда начинается прохождение пакета Light и Pro, вы получаете на GetCurse все уроки, можете проходить их за день, можете за два, можете вообще не вылезать оттуда, что я очень рекомендую. Достаточное время это сколько? Ну, я думаю, что от двух, трех до пяти, шести лет. То есть люди, которые, не знаю, уже пятнадцать лет в продакшене, я думаю, что они многое знают, но изучить новые фишки в новых жанрах всегда полезно даже для супер проопытных челов. Какая средняя продолжительность одного урока? Минималка сорок минут, минималка, то есть там что-то сорок тире два часа, да, сэмплинг, по-моему, на два часа у нас вышел. Некоторые уроки мы даже разбивали на две части, поэтому уроки прям супер долгие, прям жирные, я помню, что об этом просили на первом потоке. Есть некоторые уроки по именно по каким-то теория, например, по теории, как создавать вообще трек, там я сделал отдельный урок в осознании лайт, где мы разбираем основные моменты, ключевые при создании трека, то есть бит, мелодия, сведения, ну, прям совсем мелочи. И вот такие уроки могут там 20-30 минут длиться, которые более разговорные, но везде, где я показываю на компьютере, а это 95% материала всего, там прям получилось все очень плотно и жирно. Какое из направлений музыки, по твоему мнению, самое перспективное? На данный момент я наблюдаю, что все возвращается к дэнсовой музыке, то есть рэперы начинают читать на хаос, хайпер становится более хаосным, и как будто вот Чарли, который XX, он выпустил этот альбом, я вообще охренел. Ну то есть насколько это свежо, насколько это дэнсово, вот мне кажется, что что-то электронное и дэнсовое это прям возрождение. Дрилл уменьшится. Я, кстати, об этом вчера подумал, мне в спортзале включился трек на на этом на шафле, и там был дрилл с засемпленным Black Eyed Peas, и я подумал, вот была же целая, был же целый культ в прошлом году и в позапрошлом году, когда все пытались засемплить какой-то хит и сделать я думал, блин, это же так тупо, целый культ из какой-то хрени, которая делается за 5 минут, как хорошо, что он прошел, честное слово, досверлили уже, честное слово, ха-ха-ха, ну, Окси просто по проверенной тропинке идет уверенно, зато уверенно, я постоянно метаюсь от направления к направлению все не могу определиться длиться это уже года четыре бро а я не думаю что это плохой знак мне кажется это наоборот преимущество когда продюсер делает в различных стилях у тебя развивается сабжанровое мышление я всегда всем говорю что очень важно слушать и делать абсолютно разную музыку в различных стилях чтобы в какой-то момент у тебя произошло в голове слияние стилей ты сделал что-то новое это же наверное задача продюсера просто постоянно делать все чтобы сделать что-то новое как будто так сайтранс я пробовал просто трансуху писать это забавно кстати у тебя отключается такое продюсерское творческое мышление в плане своего постоянного стиля и ты просто начинаешь делать то что ты когда-либо слышал там в клубе или в каком-то треке и это на самом деле очень прикольно когда ты отключаешь полностью мозг доверяешься своим чувствам эмоции начинаешь крутить этот корк и такой прикольно каждый сайтранс я изучу может быть сделаю ролик на youtube как я делаю сайтранс так ребят еще какие-нибудь вопросы по поводу курса давайте немножечко активизируем активизируем ся если у меня какие-нибудь вопросы в телеге не знаю бро может быть ты что-то плохое написал не пиши ничего плохого и он не будет но курс опять же только для logic pro нет курс подходит абсолютно для любого секвенсора потому что я буду разбирать плагины которые подходят любого секвенсора но когда я буду разбирать отдельно лоджик все то же самое показываю на и болтоне и фл то есть я специально позвал ребят которые объясняют работу секвенсора фл и эйблтона стёб не узнал насчет подписки на секрет как как она будет работать узнал подписка начинает работать с момента проведения курса то есть с момента light пакета у вас открывается подписка и вы сможете находиться в беседе но мультижанровый сдает плоды когда ты уже пришел какой-то огласки но когда ты никому неизвестный прод это сомнительная тема для выживания а диджей на корпоративах уже как-то под под надоело смотри я могу тебе точно сказать что если ты сейчас диджеешь на корпоратах то стоит переходить на интернет ресурс я познакомился с такими челами как lucid beats и iso music у них многомиллионные слушатели в спотифая и они мне показали свой старт они показали как начинался их карьерный путь с первого хита и это самый обычный видеоролик в тик токе то есть без звука какого-то наложенного без монтажа просто взял чел вот так телефон и заснял то что он сделал в проекте может быть даже на динамиках монитора это взрывает тик ток у него взрывает spotify ему предлагают огромные контракты все то есть сейчас интернет сообщества она лучше себя чувствует чем диджея как будто вот так что я могу тебя с уверенностью говорить что сейчас мульти жанровость и смесь именно чего-то что тебе очень нравится с тем что очень нравится людям это то что сейчас очень работает то есть не надо гнаться за какими-то культовыми жанрами надо создавать что-то по чуть-чуть свое и если у тебя есть какая-то отдушина я уверяю что ее нужно показать интернету попробуй просто заснять видео какого-нибудь бита который ты считаешь что достаточно хитово звучит или ты ассоциируешь его с какими-то тик ток роликами и попробую выложить его в тик ток как любитель электронной музыки хаоса гаража drum and bass очень приятно что это возвращается и будет очень много такого музла как прот с опытом стремлюсь к запуску карьеры артиста чем он планирует заниматься после прохождения курса то залетать в индустрию с этими жанрами в правильное время абсолютно верно и чувак и мне кажется что сейчас электронная музыка будет вставать даже выше рэпа мне кажется хотя они рэп никто никогда уже не перебьет так я уже там и уже оплатил месяц а ваер господи я не увидел твой ник чё ты чё ты меня путаешь чё ты меня путаешь ты уже там конечно от души себя за оплату курса какие способы оплата есть виза mastercard любых стран то есть по моему у меня и была фотка сейчас я ее закинул вас и чат что можно принимать визу и mastercard да вот закинул вас и чат вова как будет всегда вова как на самом деле легенда чем больше с ним общаешься тем больше понимаешь насколько он психопат музыкальный очень крутой чел так давайте я еще по щелкаю что вы можете но на лайте получить на прошечки поздно начинать камам бро какой поздно начинать ты чего я даже знаю некоторых спортсменов и бойцов которые в 40 лет начинали и доходят до сены на голых кулаках не вообще нет никогда не поздно никогда не поздно встать на лыжи вот так что это полный бред я вот вчера общался с режиссером клипа слова merlo который вот самый прикольный клип последний вышел и он мне рассказывает что его батя обучил его бьюриола арки диве ну короче всяким электронным челом которые ну в 50 60 лет не слушают и я понимаю насколько вот круто иметь вот этот прогрессивный мозг в котором ты понимаешь что сейчас реально актуально и что в культуре реально круто стёп почему мы не заслали all black у битов не знаю кстати можно заслать фил бэдзу тоже кажется не так рано начал не фил бэдзу очень давно фил бэдзу всех нас пипи пересидел в продакшен у него там что-то уже 15 лет или 17 лет в продакшен волокок главная причина моих выгорания это босс до уровня которого кажется невозможно невозможно добраться зачем добираться до чего-то уровня я вообще не понимаю этого когда можно просто познакомиться и ощутить этот уровень в коллаборации например ну короче как будто не нужно себя ставить кумиров и планки но нужно понимать к чему ты стремишься до консультацию тебя можно взять если да то сколько стоит я бы показал свой продакшен и мы бы его обсудили интересная тема интересная тема но такого пока что нет я сейчас это сфотка может быть появится так вопрос в телеграме правильно я понимаю если у меня уже есть ссылка на покупку курса на вас процентную скидку то она заканчивается завтра в 12 дня хочу взять два пакета в рассрочку но приезжая из деревни завтра днем только очень боюсь что не успею воспользоваться скидкой а блин ну мы поставили на 12 дня надеюсь что ты успеешь и все получится блин не люблю когда неудобно получается ну давай я обсужу со своей командой насколько это сейчас у нас может происходить и веса что мы запомнили твой ник я знаю есть типы в тех на котором лет по 60 они до сих пор в топе есть те кто и начинали в 40 но это уникальные случаи конечно желание бро желание я считаю что вообще ничего не стоит перед человеческим желанием начинается вот это вот цыганская тема поверь в себя но реально когда ты просыпаешься и такой мне вообще ничего не нужно кроме еды и этого дела не понимаю почему я про еду скал в первую очередь может я голодный но короче если ты просыпаешься и горишь своим делом вообще с самого начала дня то ничего никакие препятствия не стоят перед тобой когда аника дропать бухнет а уже совсем скоро совсем скоро хиты которые вас всех очень порадуют майк дину сколько блин мне всегда кажется что майк дину 90 но ему что там 56 или 57 давайте загуглим мне интересно сколько майк дину а 59 ему ну вот я недалеко ушел но выгодит он на конкретные 80 реально очень старый как вы сюда оба так друзья может быть у вас остаются какие-то вопросы по курсу и я сейчас еще раз вам покажу учебный план вайт например вы сможете ознакомиться с уроками которые я предлагаю на лайт пакете также посмотреть что здесь у нас один блок из 14 уроков и вот цена нашего лайт пакета на 4 месяца неограниченный доступ к курсу учебный план про так быстро пробежимся сейчас еще раз по презентации чувство ритма с solve когуала это действующий концертный барабанщик салуки аники маркула и также мой коллега и однокурсник по по музыке то есть мы с ним учились в одном учреждении на ордынке и поверьте этот парень очень много знает про ритм мы с ним составили таблицу по которой вы сможете создавать различные драм-паттерны расставлять их у себя в секвенсоре и он мне когда показал как как работает эта таблица я охренел реально я сам ей буду пользоваться теперь так блок создания наши гости диверс марку криштал к вог об фобе дальше у нас наши гости джемини август вот он битс байсмо семя love double six с седаном 104 и аника такие гости ребят сам шоке с честно смотрю на это и не понимаю когда успел так какой совет ты дал бы себе в самом начале пути самом начале пути я дал бы себе совет не обращать внимание на чужие возмущение или как сказать не обращать внимание на негативные оценки в самом начале потому что когда ты только начинаешь делать музыку у тебя происходит очень сильное поднятие эндорфинов и ты прям думаю что это самое крутое что ты делал в жизни и во первых не обращать внимание на негативные оценки а во вторых не думать что это самое гениальное что ты сделал своей жизни это очень плохо влияет на продажу и на последующие оценки то есть всегда оценивать что ты сделал но двигаться дальше то есть в самом начале важно поглощать информацию тонами то есть чтобы у тебя в какой-то момент все между собой сложилось я допустим только на второй третий год понял как работает компрессор пересоздав кучу проектов ну то есть изначально я вообще не понимал что это такое как это работает но постоянное изучение информации и без ожиданий не ожидай ничего от старта своего пути и тогда достижения будут очень приятным бонусом так как а вот так будет запись стрима или презентажка в телеге запись стрима будет но завтрашнего дня у нас открывается лендинг и вы уже сами будете смотреть какой учебный план какие будут гости как сделать рассрочку и все приобрести так что завтрашнего дня открывается сайт и вы спокойно сможете смотреть его как презентацию там же будут и отзывы с первого потока так август это который сестер продюсирует абсолютно верно и мы разбираем с ним сведения и мастеринг очень крутого трека а ты сам какие-то курсы качал или просто сам полностью без каких-либо обучающих курсов и роликов всему научился нет конечно я смотрел и курсы и ролики и изучал отдельно курс про компрессию только про компрессию но после него я нихрена не понял и начал пробовать именно методом тыка но в основном это опыт людей то есть очень много опыта я перенял именно в коллаборации поэтому у них тоже какой-то опыт с курсов и с интернета думаю что это как-то в голове концентрируется просто как можно без роликов youtube и без интернета чему-то научиться конечно вся информация в интернете конечно но кто-то ее не может найти кто-то не может потратить столько часов чтобы понять что именно конкретно нужно для использования поэтому есть вот такие курсы где происходит выжимка просто как плюс вайп степи по первому взгляду на курс мне кажется ты делаешь большой вклад в дальнейшую индустрию ощущение что после передачи в опыта в таком масштабе родится некое количество новых востребованных продюсеров звукоинженеров артистов особенно момент создания комьюнити который уже был озвучен больше ожидания очень рад что именно сейчас есть возможность в это влиться это очень мило спасибо мне очень приятно реально я каждый раз читаю такое и чувствую что я реально делал какой-то вклад мне мне очень приятно презентажку на почту должна была прилететь отзыва первом потоке это те что мы в споте писали тебе абсолютно верно и те которые еще писали в инстаграме которые репостили к себе на страницу мы собрали по всему интернету много отзывов кто-то не знает английский secret spot это клево ребят очень уютно сегодня максимально приятный стрим не мне очень нравится что из последней музыки тебе очень понравилось мы блин из последней не знаю а вот мы сифа так переслушать это было как по-новому родиться честное слово сейчас я покажу какой я трек не слушал и когда я наткнулся я очень офигел меч понравилось dead editors мессив а так и руссманула вообще от жесткий трек меня он вгоняет каждый раз какой-то адреналин а из последнего еще но эти сноу страйперс сноу страйперс вообще тема очень нравится что еще этот челик а артемас 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 тухолес офигенный что еще и снова блин мне очень нравится lucid beats ребят реально я когда познакомился с ним офигел насколько у нас прямо один общий вайп по музлу я каждый раз слушал его вот эти биты которые добирают по 100 лямов прослушиваний и такое блин да это то же самое что я делаю себя в компе вот очень нравится вот он как новый такой продюсер артист прям залетает для курса лучше выбрать какую-то одну программу типа ableton или fl или важнее уметь во всех прогах работать я бы выбрал конечно один секвенсор потому что это удобнее будет изучать остальные методики и техники но как будто изучить три секвенсоры это вообще уже вышка для продюсера как будто это очень круто было бы сайт начинает работать завтрашнего дня абсолютно верно secret spot мотивирует заставляет оторвать свою ленивую жопу и начать делами заниматься правильном направлении кстати на самом деле там уже есть ребята которые реально каждый день пишут закидывают мотивацию какие-то ссылки и иногда когда у меня даже бывает такой bad day я захожу в secret spot очень радуюсь тому что у меня есть небольшое свое комьюнити блин это очень круто я тоже вдохновляюсь и крит спотом гланс прочитал твое сообщение иди качай облик сто процентов иди качай облик садись и напиши свой лучший бит не ожидает него них не ни хрена но закинь вас и чат и тебе ребята скажут насколько ты хорош изучил до идеала облик четко лоджик рипер про тулса все с фл начиналось в а вот вот такие я люблю комментарии когда человек каждый раз хочет узнать для себя что-то новое и давай переходи на лоджик приобретай курс желательно наверное тебе будет учебный план про чтобы изучить с лоджик и все его горячие клавиши реально горячие клавиши лоджика ребят это это феноменально как это работает я уже перестал мышкой пользоваться почти я все делаю на горе на клавиатуре это очень удобно в лоджике отличные стоковые инструменты отличные стоковые плагины вы можете посмотреть в ютубе стримы дисклоушер где они делают все свои самые громкие хиты на стоковых инструментов инструментах и на стоковых плагинах купил уже про все бро я закупил про бери лоджик и ты офигеешь насколько там все удобно и можно круто вообще пользоваться горячими клавишами настраивать на три кнопки да вот эти три кнопки в лоджике это так удобно режешь копируешь режешь копируешь но хотя в облике то же самое да да и причем вот конкретно тебе индиго чел посмотри стримин дисклоушера на лоджике я вот через их стримы очень много всего изучил реально и так и так и так и так а сколько нас остается 36 людей нормально как еще раз а давай я сейчас напишу дисклоушер вот вводишь их пишешь life не live stream а мейкинг там не знаю бит мейкинг бит или давай я сейчас найду сейчас зайду в нет и на youtube и закинуть ссылку на какой-нибудь их видеоролик а там ты уже по каналу посмотришь дисклоушер мейкинг во фуф плейлист сейчас всякую я тебя плейлист их стримами нашел так на вот там по лоджику вообще столько приколюх и дэнсовая музыка и все это из известных треков до лоджик крутой мне очень нравится у дисклоушеров последний альбом лютой блин а я не слушал последний альбом что за последний альбом насколько последний сингл 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 сингла вижу только а где а где выходил последний альбом чет не могу на а а а нифига я пропустил я не слушал ну все я сегодня знаю чем я займусь вечером ты можешь поставить хакинтош на комп изучать с лоджик спокойно о может быть сделать это уроком на курс сейчас дал где-то должно появиться вот такая вот пиратская борода и шляпу так а давайте я уже на себя переключу вот так а здесь я еще буду видеть вопросики я не в курсе можно ли говорить это на твиче на большинство плагинов в библиотеке контакт контакт ты покупала ли ты пират джак воробей а просто бывало что плагин криво стают и так напрягает просто ребята могу осуждать не могу не осуждать но все мы когда-то были пиратами сейчас в данный момент я стараюсь все конечно покупать но на ю тубе есть решение всех проблем так не серьезно есть на различных там языках на на испанском на немецком есть но на ю тубе ты найдешь решение своих проблем сколько мы стримим кстати уже я со что я осуждаю пиратство вообще максимально осуждаем 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 мы про пиратов карибского моря мы осуждаем и осознаем еще вопрос как часто говорил что не за это никакие плагины вообще только стандартным пользуются ты как к этому относишься абсолютно спокойно у каждой у каждого секвенсора есть свои чудо инструменты которые отлично работают в музыке и периодически это даже слышно в некоторых треках там часто можно услышать софт клиппер от fl или какого-нибудь какого-нибудь какой-нибудь аутите от эйблтона от лоджика ты мало что услышишь но он в целом имеет отличные инструменты плагины и различные методики которых нет других секвенсорах но допустим те же дисклоужер которые сделали стримы абсолютно на целиком на лоджике тоже показывает что все это можно использовать и не не при не применять второстепенные плагины не второстепенные а сторонние второстепенные sound toys второстепенные waves фигня какая вот аутите осуждая людей которые и ресэмплят сэмплы из плайса через плайс нормальная тема я не буду осуждать мне сплайс бридж кстати очень удобен тем что попадаются некоторые сэмплы которые ты бы в жизни не использовал но вот ты слушаешь и такой что это такое зачем для чего а потом это попадается на твой бит и ты думаешь блин как это круто работает и это тоже развивает твое мышление что ты начинаешь прислушиваться к тому что ты изначально для себя не открывал там не знаю какие-то текстуры какие-то новые ритмики и спать бридж в этом плане отлично работает помню диск ложера на стриме респектовали нашим парням из лаут даже трек как закидывали свой плейлист это круто это это вообще очень круто обожаю когда какие-то большие челы особенно там тех кого я слушаю отмечают наших русских челиков и меня прям мотивирует это каждый раз прям максимально радуюсь изучить все три секвенсоры написать трек используя фичи из каждого звучит как челлендж я кстати смотрел какой-то ролик чувак пробовал написать бит в эфелке задизайнить в облике и свести это все в лоджике и результат кстати очень крутой был то есть я прям ощущал насколько каждый секвенсор сделал и выполнил свою задачу по моему это даже идеально писать бит в эфелке обрабатывается в облике и сводить в лоджике рип бит рип рип бит я не знаю такого если честно блин у меня вообще проблема с снг продюсерами я знаю их работы не знаю кто это продюсировал а потом они мне пишут в личку такие давай сделаем работу а я такой я не знаю с кем делать вот эти продюсер и тела на точнее битмейкер прикольно прикольно ну я знаю что на западе и уже в англии очень ценят русский продакшн ну снг продакшн и очень многие челики уже участвуют и на альбомах метро бумина трэвиса оффсета дрэйка нет с дрэйком я кстати не видел еще или видел кого-то ну короче на западе респектуют снг продакшн у меня релизов кроме реплексия не выходила но как раз после проведения курса я занимаюсь своим творчеством как и сказал это мой последний курс и я не хочу на этом заострять внимание оставаться в этой стезе поэтому я перехожу на синглы я думал сначала альбом сделать я уже говорил о том что собираю альбом с артистами но сингл сейчас как будто намного лучше работает и как будто больше внимания и ракурса на это все можно уделять а реплексию кстати до сих пор слушают если честно я в шоке периодически зайти на там споте артист или apple music артист и увидеть что в день там слушает ну какое-то количество людей и думаю чего кому это уже нужно но нравится людям кого-то видел у метра бумина из наших вот я говорю у меня проблемы с снг артистами я их просто вижу но не отмечаю и я видел что на последнем релизе с фьючером который we still don't trust you да они сделали love beaches по моему что такое осуждаю кстати да не помню как зовут блин надо наверное с этими же именами еще раз сделать альбомчик но не а пока что именно синглы интересуют посмотрим как это все будет выходить со смыслом если хотите могу выпустить альбом треков как интро с различными дизайне эффектами дизайнами но без артиста у меня есть такие треки я просто пока что не нашел им применение и ощущение что это то что нужно сейчас выпускать блин приятно реплексия вообще старичок я помню что реплексия боролась за второе место в чартах альбома с get a garden my от я помню что мы в одно время выпустили и боролись за места мун фристайл напоминает о чем-то приятном периоде жизни периодически возвращаясь к этому треку ностальгическая гитарка наверное этот сэмпл звуки природы звуки природы всегда кстати вводят в отстранение от шумихи я заметил что если я хочу отключиться включая бюрила вам паракс кстати да что-то такое что-то такое вам паракс по-моему я слышал это имя и точно видел с черной обложкой у метро делали у тебя еще бывает такое что бит может не пойти ты начинаешь новый делать или всегда монолиза выходит можно лиза это как рассказы криптонов о том что сколько они процентов сделали конечно бывают неудачные дни неудачные проекты но я стараюсь все сохранять если слышу хоть какой-то потенциал то есть бывает такое что я делаю мелодию ну типа делаю бит о том понимаю что мелодия здесь более выигрышно чем драмка но мне там не знаю бежать куда-то нужная это в другую папку оставил и просто для себя сохранил как сэмпл чтоб вернуться со свежим взглядом и получается я стараюсь доводить все до монолиза но не всегда это получается конечно же не всегда в основном в основном работает поток то есть не могу сказать что какая-то кропотливая работа в там в 3-4 недели каждый день там подходить к проекту дала мне каких-то плодов хотя у меня были такие проекты могу с уверенностью сказать что надо поймать поток вот когда ты садишься на студию тебя охреначи там после тренировки или не знаю что-то в жизни произошло и ты прям резко начинаешь выпускать это все в клавиши там не знаю в секвенсор так gracias фьючер битрубы на это бить его паракс да 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 по моему да да какая твоя любимая работа сложно сказать потому что скорее всего мне нравится процесс я не могу оценивать уже вышедшие работы потому что они все разные и объективной оценки музыки как будто не существует но мне каждый раз запоминается процесс создания этих треков и больше всего мне понравился наверное broken season с аникой делать это было максимально с приключениями максимально с приключениями зал тема укрепляет нейронные связи конечно если честно я вот в грузии пару недель был без зала и я такой оу нет все мне мне нужно что-то решается с головой мне нужен психолог мне нужен психиатр у меня все проблемы мира и я просто приезжаю москву иду в зал и такой вот типа я реально это парило серьезно и всем советую ребята спорт сила вот если бы у тебя спросили опиши одну работу себя что бы ты показал чтобы я показал ну если честно мне вот сейчас пробивает голову лишь один трек это сточ со 104 фит слов больше не будет да как будто вот этот трек в котором прям я максимально проявляюсь конечно наверное сейчас вспомню еще много других работ которые отлично меня показывают со стороны продюсерской деятельности но вот слов больше не будет со 104 это как будто то что меня описывает там где хорошо нет нет не моя работа все время говорил бурял так друзья да музыканту без спорта тяжело будет приходиться а мне точно на почту придет что-то да ребят на почту точно придет но если вы обеспокоены тем что вам не приходит или вы не можете увидеть пишите в оса чат то есть в чат моей основной группы так вот он оса чат и здесь у меня находятся модераторы которые помогают с рассылкой в личные сообщения если ничего не приходит на почту и вот всем удачки вот пишут за стрим с нетерпением жду создания чатка до скоро все будет еще раз повторюсь сегодня последний день когда действует 20 процентная скидка для того чтобы ее получить нужно перейти давайте я покажу вот сюда осознание бот купить курса скидкой 20 процентов осознания бот этот бот у меня прикреплен к основной странице в телеграме и там оставляешь мыло мы на него на и закинем ссылку на оплату курса вот вам сейчас дублирует в чат ссылку и только сейчас вы можете купить ее по 20 процентной скидки это предложение действует завтра до 12 00 но если вы успели сделать заказ до 12 00 именно вот оформить заказ где у вас только осталась оплата то оплатить можно в течение всего дня но заказ надо сделать до 12 00 завтрашнего дня и тогда ваша скидка будет работать к слову как будут находиться закидывать в чат ребят купивших курс у нас абсолютно вся база которая дает свои имейлы мы забираем также аккаунт от телеграма и перед началом курса будет рассылка по которой мы соберем все аккаунты это вообще самый легкий вопрос степа есть вопрос по телеграму мне как лучше вопрос задать сюда или в secret spot по телеграму задай сюда давай здесь уже отвечу я уйо вопросик будет так вопросик видимо не будет ну что ребят еще раз всем спасибо за стрим надеюсь я ответил на все вопросы показал что будет на курсе вижу вашу реакцию что многие поняли что это вклад так что надеюсь всем все понравилось еще раз скорее всего сейчас про дублируется ссылочка на осознание бот и закидывайте сегодня почта получается 20 процентную скидку приобретайте вот я сейчас озадачился каналом с подписками платными и спланировал иерархию канала как привязать свои пк телеграму а но это давай с тобой обсудим уже отдельно не сейчас все ссылочка дублируется день продолжается продажи скоро официально открываются сайте кто же поэтому всем спасибо всех обнял ребят вы самые лучшие бал до скорых встреч встреч